всем привет мы меня подстрели мои волосы стали немножко короче кто помнит кто помнит что мы вообще планируем сделать мои волосы примерно полгода назад выглядели вот так что короче решил рассказать историю своих волос на этом канале все началось вот с этого видео где я покрасилась более темный цвет от этого русского цвета но к зиме он уже смылся и мне захотелось более темного оттенка я это сделал вот такая вот интересная прическа вышла я сделал еще скрытое окрашивание но мне он быстро надоел поэтому я подстриглась после этой стрижки этого окрашивания решила что все меня понесло я решила покраситься в красный но перед этим покрасила зеленый и потом красный и потом вот это вот скрыто окрашивание красного и она получилась не таким как я хотела потому что блонд получился немножечко желтоватым красный постепенно я смыла и получился вот такой красивый фиолетовый нежный цвет этом стала очень популярна или даже весной стрижка малет я подумала чем я хуже почему мне не попробовать все делают я тоже хочу результат конечно меня очень сильно порадовала, мне очень понравилась эта стрижка, я была просто в восторге от нее, поэтому я купила даже вторую краску более яркого цвета и покрасила кончики в более яркий синий цвет. Но на море мне стало скучно, и я полностью затонировала свои волосы в бирюзовый цвет. Но приезду домой мне стало еще более скучно, я затонировала свои кончики в черный. Получилось просто невероятно, такие перья, ой, воздушные, просто сладость какая-то. Но я решила все уничтожить. На момент стрижки я думаю, что я просто гениальный человек, совершаю просто гениальнейший поступок, но потом я очень разочаровалась. И затонировалась синий, сделала в себе брови, подумала, что все исправила Делала я так месяца два, пока они не смылись более серый цвет И я ждала, пока они немножко отрастут и затонировала Ой, осветлилась уже в блондиночку опять Я устроила неделю-две назад, если не три, или месяц назад Я устроила в инстаграме опрос Я не знаю, работает сейчас инстаграм или нет, поэтому Может быть, тут будет пусто, так же, как и сейчас Я устроила в инстаграме опрос, что мне сделать с волосами Я предложила рыжий вариант, красный вариант или же черные пряди Дизнаться честно, я хотела черные пряди Но, конечно же, мы с вами мыслим все по-разному Поэтому я купила вот такую краску Кто помнит, в ТикТоке был тренд с этой краской Все красились в этот гордовый красный цвет Раскрасная крем-краска, эссенции розы Это царский гранат Год назад, или даже больше, я наткнулась на... Может, даже меньше Короче, я наткнулась на девочку На девочку, на красивую девочку С очень красивой покраской Это было в ТикТоке Я подумала, что когда-нибудь это точно случится Когда-нибудь я сделаю такое окрашивание И вот момент настал Будем в этом видео пытаться сделать красные пряди На самом деле, я очень сильно переживаю Потому что я давно уже не экспериментировала С яркими цветами Последний раз я красилась, по-моему, в синий А нет Ну, розовый, знаете, он такой более нейтральный Он очень был светлый Как обычно, мне будет красить моя мама Потому что я сама ни на что не способна Тем более с таким блондом И с красной краской Я понимаю, я себе красила целую бошку Мне надо было просто размазать ее по всем волосам Тут же надо распределить ее на определенные прядки И это довольно-таки тяжело Я пыталась объяснить и восстановить хронологию Событий, которые происходили со мной на протяжении этого года И это было тяжело На самом деле, когда я смотрела на фотографии Мне казалось то, что, в принципе, прически были нормальные Но каждый раз, по-моему, когда я меняла прическу Мне все равно все не нравилось Мне все не устраивало Особенно, когда я подстриглась в более короткую прическу И когда я покрасилась синей Вот когда я покрасилась синей, если я больше всего ненавидела Я не знаю, почему Мне очень крайне нравилось Сейчас, я не знаю Сейчас мне как-то вообще параллельно Я забылась, я потерялась немножечко Я сижу, я играю в компьютер Я в Sims 4 играла несколько дней подряд Просто только этим и занималась У меня такого давно не было Я, знаете, хоть и в большинстве случаев провожу свои дни непродуктивные И особо ничем полезным не занимаюсь Но вот такая вот неделя была самая бесполезная в моей жизни Мне просто не хочется думать Я вообще не могу Я хочу отстраниться от этого Всего Если мне понравится, я потом покрашусь полностью этот цвет А как бы ты отреагировала, если бы я захотела стать собакой? Ты сказала, Лиза, отличное решение, но как ты это сделала? Ну вдруг я могу уйти в стаю сейчас А, будучи в теле человека, уйти в стаю? Да, именно сейчас я хочу стать собакой А ты не считаешь это безумным? Ну потому что люди так не поступают Нет, давай переиграем Мама, как бы ты отреагировала Встречный вопрос Может быть ты присоединишься к нашей с кодушкой стае? Скажи, что Лиза самая лучшая У нас будет стая разношерстная А Лиза самая лучшая будет Будет наш вожак Нет, ты вожак Мне передние пряди, пожалуйста Да, я тоже не понимаю, что это выглядит Сначала посередине, да, покрасим? Ну и правильно Но это как-то не это Не вписывается в концепцию нашего действия После периода спячки Если вы понимаете, о чем я У меня начинается Период суперактивного человека Который умеет жить И резвиться И я чувствую себя реально нормальным человеком Но сейчас С этими событиями всеми Я вообще не смогла никак контролировать себя И этот период спячки Продлился очень болезненно для меня В такие периоды Я пытаюсь размышлять И наставлять себя на более позитивные эмоции Но не всегда это выходит И я думаю Такая, чил, ты что страдаешь? Чил, ты что мучаешься? У тебя все хорошо Ты счастливый человек У тебя все нормально У тебя все есть И не в чем мне нуждается Посмотрите, как у меня затекает кетчуп по башке Прическа при свете дня Вот так вот она выглядит По-моему, супер Конечно, они немножечко Некоторые прятки окрасились розовыми Но это ничего страшного Ну, господи Ладно, надо расчесаться У меня для вас есть такая небольшая новость У меня как бы зрение не супер Ну, а у кого сейчас зрение супер? Очень мало у кого, я думаю У меня минус не такой большой У меня минус один Все равно я предпочитаю носить линзы И я решила сходить в оптику И купить себе очки О, господи Распаковка моих очков Я взяла самый странный чехол Типа, знаете, такой бабульческий Я когда выбирала очки Я хотела себе выбрать очки бабки Вот, но у меня она такая Нет, давай молодежно Давай молодежно, если это не идет Давайте Господи, как я боюсь Вдруг что-то не то Вдруг что-то не то Я сейчас упаду У меня загружится голова Офигеть Охренеть Охренеть Я в шоке до чего До человечества Дошло Я вижу шикарно Прям резкое зрение Все как будто На повышенных контрастностях Господи Ну и в линзах Типа я вижу На сто процентов Там есть немножечко Такая небольшая оплошность Капец У меня голова Офигеть Я в шоке Я хочу сейчас сделать Какой-нибудь красный мейкап Чтобы акцент был на глазах И с какими-нибудь красными оттеночками Добавить сюда Сердечек Или же стрелочек Надеюсь это получится симпатично А не как Как из жопы Как будто я вылезла Не смешно Ладно Мне даже нравится Теперь как я выгляжу Без макияжа С этими очками Господи Это так прекрасно Еще этот макияж Посмотрите Какой он красивый Тебе не хватило Чувства Я дала Спасибо за просмотр Данного видеоролика Я надеюсь Что я хоть как-то Подняла кому-то настроение Хотя я не знаю Как можно было поднять В этом виде настроение Ну а спасибо Что были со мной Мне очень приятно Спасибо что следите За моим телеграм-каналом За моим инстаграмом За моими соцсетями Я сейчас больше появляюсь В телеграме Так что переходите На ссылку В телеграм Мой канал Я там Вдруг если что-то Случится с ютубом Буду туда выкладывать видео Или просто информацию Какую-то давать вам О том где будут видео Всех люблю Спасибо Всем Пожалуйста Кто носит очки Напишите мне Срочно Долго ли вы Привыкали к очкам